Международный день защиты детей, праздник которому сотрудники Белгородского отделения Сбербанка готовятся с особым старанием. Походы в театр, кино, сувениры и подарки для детей из многодетных семей и воспитанников областных детских домов, Ровенского, Северного, Прохоровского детского дома для девочек и Старооскольского дома детства, все эти мероприятия организованы по инициативе депутата областной думы Натальи Ивлевой. После окончания рабочего дня сотрудники Сбербанка сами отправлялись к ребятам и вручали подготовленные сюрпризы. Вместе с ними проведала маленьких белгородцев и Наталья Александрова. Здравствуйте, Сбербанк, у вас прорывается в гости. В преддверии Дня защиты детей визит сотрудников областного отделения Сбербанка стал настоящим сюрпризом для Белгородки Елены Регель, которая одна воспитывает троих детей. Дети довольны, очень им понравилось. Вот самому главному это интересно. Мы не ожидали, правда. Нам как-то не думали даже, что до нас дойдут. По телевизору видели, а сами не ждали. Восьмилетней Вике и семилетнему Саше больше всего понравилась большая книга с загадками, объемными картинками и захватывающими историями. А здесь вот, папа с хорошими так вот и цветами. Семьи, к которым мы приходим, очень радуются. В этом году мы дарим книги. Книги подбираем индивидуально для каждого возраста, чтобы деткам было интересно и было чем заняться во время летних каникул. В этом году сотрудники регионального отделения Сбербанка успели навестить больше 70 маленьких белгородцев. Все они получили возможность отправиться в театр кукол. А в Ровенский детский дом актеры по приглашению Натальи Ивлевой приехали сами. И запомните самое главное. Чтобы не огорчать меня, вы должны свои обещания выполнять. Мы запомнили, бабочка. Ну все, все. Пора отправляться в путь. Ура! Ура, баба, развесила. Ура, ура, ура. Дети с интересом следили за веселыми приключениями медвежат из венгерской народной сказки «Два жадных медвежонка». Все те препятствия, которые преодолели медвежата, они их как бы сблизили, они научили их быть дружными, добрыми. И от этого они как бы повзрослели. Ну, наверное, каждому ребенку это близко. Все хотят быть большими. И начинают быть большими, кто выше, кто там больше. А на самом деле, кто добрее, кто лучше, и кто хорошо понял вот все эти уроки, которые давала мама. Все маленькие зрители усвоили для себя уроки, которые обязательно пригодятся в жизни. Нельзя жадничать. Надо делить между собой. Не обижать своего брата. Я когда вырасту, прочитаю эту сказку. Представления в местном доме культуры посмотрели не только воспитанники детдома, но и около 300 ребят со всего поселка. А в детский дом Северный сотрудники Сбербанка привезли огромную корзину сладостей и спортивный инвентарь. Это не просто начало дня. Это начало лета. Погода замечательная. И эти подарки, которые в Сбербанк, конечно, пригодятся очень ребятам. Вечернее, в свободное время, в какие-то те минуты отдыха, которые у них бывают. Сбербанк очень балует и радует всегда. Впрочем, ребята не стали дожидаться жаркой погоды и решили сразу же испытать мячи, скакалки и ракетки для бадминтона. После этого они отправились на премьеру нового мультфильма в один из кинотеатров города. А завершились праздничные мероприятия выставкой детских рисунков в отделении Сбербанка на Народном бульваре в Белгороде. Специально для нее больше 50 юных художников нарисовали детство. Все работы отметили поощрительными грамотами, сувенирами и билетами в театр. Без подарка не остался никто. И, конечно же, всех участников ждал сладкий стол. Для многих ребят День защиты детей теперь один из самых любимых в году. Хотя что это за праздник, каждый понимает по-своему. Праздник защиты детей – это когда защищают детей. Взрослые должны поздравлять детей, дарить им подарки. Детишки радуются. В этот день дети начинают как-то больше понимать. Им рассказывают что-то. Их с ними находят общий язык в этот день. Когда родители выполняют все это за детей, что они еще могут делать в День защиты детей? Должны быть же у детей праздники. Благодаря инициативе областного отделения Сбербанка у сотен маленьких белгородцев в День защиты детей на лицах засияли улыбки. И эта добрая традиция – помогать многодетным семьям и подшефным детским домам – обязательно будет продолжена.